Снова здравствуйте! О боже, мне начинает надоедать мое собственное приветствие. Что делать? Ничего, играть в игру. Так, мы остановились на том, что... А, понятно. На том, что нам надо теперь собирать всякую... Всякий мусор, чтобы вспоминания были. Но... Что мы здесь вообще можем собрать? Наверное, подойдем к нему, потому что я больше не вижу ничего другого. А, ну вот, собственно. Памяти Ривер Уайлз. Чтобы пройти, необходим три звена памяти. Наверное, это... Мне показалось, что он... Да ты же летаешь. Ладно. Может, цветы какие-то еще... Ну, а что еще? Я больше ничего здесь не вижу. Это нормально? Я больше никуда не могу пройти. Наверное, я единственный человек, опять же, который где-то тут застрял. Это... Крайне странно. Это я понял. А, плюшевый утконос. Если честно, я не думаю, что это животное имеет право на существование. Мир недостаточно велик для вас двоих. Так, теперь мы можем пройти сюда. Вот и все, Ривер. Что? Как и ты, я смогу присматривать за ней каждый день. Она больше не будет одна. О чем? Я наверняка никогда не пойму, почему, но я оставался верен твоему желанию. Я уверен, что... Аня... Аня? Ну, ладно. Благодарна и тебе тоже. Но когда меня не станет... Кто будет присматривать за нами? Давай, давай. Шепни ему на ушко что-нибудь. Что-нибудь при... Приободряющее. Кто вы? Меня зовут Ева, я просто проходила мимо. Врешь же. Она была вашей женой? Да, ее звали Ливер. Необычное имя, да, река. Этого не должно было произойти. Необычного имени. М? Она... Она не должна была так поступать. Но она... Что она? Что? Вы не поймете, даже я не понимаю. Вам не понять! Ну и ладно. Непонятное, конечно, сейчас творится. Но... Думаю, по ходу дела мы разберемся. Какой-то грязный маяк. Заметка Аня. Неужели она русская? Опять лестница. Ненавижу лестницу. Ты как раз вовремя. Я уже было подумал, что ты упала с утеса. Естественно! Если я немножко задержалась, я упала с утеса. Наслаждалась видом, что же еще? И падала с утеса. Очевидно. Мы удачно попали. Удачно. Супер. Лучше не бывает. Это сарказм? Да? Ничего особо тут не вижу. Это же маяк. Чего ты ожидала? Ладно. Встретимся на той стороне. Сама пробивай себе барьер. В общем, развлекайся. Ну, спасибо. Так. Это мы пока не можем пробить. Так. Я не понял. Привет. Что ты здесь делаешь? Ага. Все. Мы можем пробить барьер. Бум. 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 Это же шутер! Серв. Ей! Мементо. Подготавливаем. Что тут? А, утконос. Идеал показывает минимальное количество ходов, за которые можно собрать мементо. За три хода. Ага. Понятно. Так. Так, я не буду особо заморачиваться на самом деле. Так, что-то я на этот раз туплю. Вот тебе и идеал. Хорошо. Отлично! Так, я сегодня не в настроении, видно. О боже. И вот так, по идее. Наконец-то! Вместо трёх, шестнадцать. Ах, активируем мементо. Мементо море! Помню о смерти. А ещё мементо отличный фильм, но наркоманский. Так, где мы? Понятно. Не очень далеко опять же ушли. Достаточно. После того, как заплатим за твою операцию, у нас останется достаточно денег на это. Так что ты не волнуйся. Ложь во спасении. Ты ведь так это называешь, да? Нет, я уверен, мы сможем... Прекрати! Ахаха! Что ты... Хорошо. Не люблю, когда ты врёшь. Я посчитал наши деньги, я знаю, сколько их. Почему ты пытаешься убедить меня против моего желания? Нам нужны деньги на оплату медицинских счетов, Ривер! Я понимаю, как много Аня для тебя значит, но это... это уже просто слишком. То есть она... она даже не... Знаешь, что делает меня счастливой, Джонни? Что? Знаешь? Блядь, не знаю! Я только что спросил, что! А я знаю! Да ладно! Просто я надеюсь, ты мне поможешь. Ривер. Троеточие. Когда принесают документы на моё лечение, я не буду их подписывать. Э-э-э-э... Что ты так... Как ты распределяешься нашими деньгами, решай сам. Но если не хочешь исполнить мою волю, я хочу, чтобы ты достроил на них тот дом. Тогда каждый день, что ты проживаешь там, я хочу, чтобы ты присматривал за ней. Навещай её, говори с ней, утешай её. Я не хочу, чтобы она опять осталась одна. Аня? Это дочь или кто? А как же ты? Счастлива. Я буду счастлива. Ты будешь мертва, а не счастлива. Джонни? Да? Посмотри. Что ты там мне дала? Скажи мне, что это? Что? Просто скажи мне, что это. Я еще не вижу, что это. Графика не совсем подходящая. Это кролик, такой же, как и все остальные, что ты делала. А, так это она делала. И он, наверное, стал тоже. Что еще? Он двухцветный, да? Ну, сделан из бумаги. Что еще? Пуловище желтое, а все остальное синее. Хорошо, что еще? Послушай, Ривер. Эй! Положи кролика обратно. Я написал песню для тебя. Хорошо. Что, это все, да? Ну, ты хочешь ее услышать? Да. Да ладно, неужели? Я уж думал, ты откажешься. Тебе не нужно было приносить для этого рояль сюда. Хрена ты мощный! Мне было бы хорошо слышно и с открытой дверью. Неужели он реально занес сюда целый рояль? Она называется для Ривер. Что же так избито? Это просто временное название. Ну, это мы уже слышали, в общем-то. Кто это Аня, о которой они говорят? Если она так важна, разве мы не должны были увидеть ее в его поздних воспоминаниях? Похоже, свои обещания он так и не сдержал. Если только... Если что... Ничего. Эй, это та самая песня, которую дети играли, да? Наверное, он научил их. Знаешь, не люблю я эти сантименты. Я ухожу. Я уже собрал себе извинение памяти тебя подбросить или сама поищешь. Я сам поищу. Так интереснее. Иди, я догоню. Кстати, когда он успел? А, ну да, он же. Не скучаешь по тем дням, когда конвертация аудио из памяти в MP8 была легальной? Я взял за мной, кажется, больше двух тысяч песен за первый год работы. MP8. Отлично. У нас MP3 пока что. А, черт. Мы нашли кое-что. Так. Ганс Христиан Андерсон. Новое платье короля. Думаю, тканус тоже наш. Нет. Ладно. А, ну, в общем-то, мы его только что взяли. Ну, кролик стопудово. Нет? Эээ, крайний странный. А, он же тоже был. Все, все, понятно. Так. Может, какие-то книги? Нет? Нет. Может, лампа? Может, рояль, собственно? Заметка получит. Ладно. Но все же рояль, нет? Может, карти... Хорошо. Ушли так ушли. Здесь пусто. Ага. А это кто такие? Говорю тебе, ничего не выйдет. А если разобрать? Посмотри на нас, Джон. Мы уже не в том возрасте, чтобы рояли двигать. И как же они это сделали? Знаешь что? Если это настолько важно для тебя, я найму грузчиков. И в моих силах помочь тебе сберечь этот дом. Но хотя бы это я смогу сделать. Так, кастрюля. Так, еще один остался. Вот и все. Кто-то их сильно любит. Ну, в общем-то, если бы мы ушли, мы немного бы потеряли. Мы узнали только про то, что вот какой-то Николас есть. И он помог с роялем, вроде как. Или же он все-таки сам затащил, черт его знает. Эй, головоломки. Сейчас я опять лоханусь. За четыре раза. Так. Мне кажется, я уже облажался. Это приятно. Ах. Я... Раньше все это было намного проще. Ааа. А еще мне кто-то пишет в скайпе. Я, как всегда, не отключил, да. Ааа. Ааа. Ой, блин! Я случайно! Вот, все равно все нормально. Ах, черт, я каждый раз отхожу. Уи! Цветочки. А, вот он, этот кустик. Так, вот, теперь мы посередке где-то там. В смысле, посередке именно того возраста. Наконец-то. Эй! Не суди меня! Я старалась как могла. Эй, они перепрыгнули. Так, а вот это что такое? Я не пойму. Какие-то камушки. Ну ладно. А я наверху вижу молоток. Эй, посмотри, что у нас тут. Они только строят этот дом. Интересно. Готов поспорить, они увидели этот утес и подумали, что он недостаточно опасен без людей, живущих на нем. Так. То есть, они здесь только начали строить этот дом. Интересно. Устал, мужик! Работай, негр. Ладно, ты не негр, но все равно работай. А, это кто? Ривер? Или Аня? Кто это? А, Изабель. Ник позвонил и сказал, что я должна прийти. Я принесла маринованные оливки, твои любимые, не так ли? Сколько же можно? Вся игра построена на мали... На мали... На мали... На мали... На мали... А, блядь. На маринованных оливках! Я слышал о Ривер. С ней все будет хорошо? Ее болезнь уже на последней стадии. К счастью, ее можно вылечить. Но она не станет. Но медицинские счета... И дом достроить надо, да? Мы не сможем достроить дом, Изабель. Мы можем оплатить только ее лечение. Я рад, что она будет в порядке, но... Ты не представляешь, как много это место для нее значит. У нее разобьется сердце. Я бы помогла, но мы с Эдом еле сводим концы с концами после разорения магазина. Что ты собираешься делать? Я... Я пойду и скажу ей, что мы сможем это сделать. Я скажу ей, что мы сможем оплатить все. Не хочу, чтобы она сотворила какую-нибудь глупость. Ты не должен ей врать. Ты не понимаешь, Изабель. Если она узнает, я не уверен, что она выберет. И что? Если она выберет не спасать себя ради этого места, то пусть будет так. Значит, это то, чего она действительно хочет. Мне совсем не нравится, когда люди с твоим невротипом решают за других. Ненавижу, когда ты так говоришь, Изи. Изабель, Изи. Ты только и думаешь, что о ней. А как насчет меня, Изабель? После всех этих лет я... Разве я не могу позволить себе побыть эгоистом хоть раз? Я не хочу остаться один, Изабель. Как мексиканский сериал, серьезно. Я не собираюсь позволить ей умереть. Как высокомерно. Мне плевать. Куда ты собрался? Он включил БДС-режим. Хочу сорвать что-нибудь с этого утеса, чтобы принести ей. Да, он тебе цветы. По крайней мере, так ей будет уютнее. Это не значит, что твой поступок будет менее вредным. Не хотел, чтобы я дала тебе это. Что же это? Он сказал, что это называется все в порядке. Ничего не в порядке. Да, действительно. Все крайне дерьмово. Я бы даже сказал. Так, снова собираем всякую хрень. Мусор. Оливки. А, окей, наконец-то. Так, все в порядке. Что еще мы можем тут найти? Думаю, молоток какой-нибудь, типа того. Веревку, нет. Машина. Эй! С какого? Это вообще нормально? Что мы только что... Ладно. Веревка, лавка, нет. Молоток. Вот этот. Доски. Странно. Это мы не можем взять никак. А еще мы не можем здесь пройти. Хотя нам мешает всего лишь кустик цветов. Так, может это? Нет. Может подойдем к Изабелле? К Изабелле? Не, не помню. Может она что-то нам... Так, ну это мы... Нам еще три нужно. Это не имело никакого смысла. Может мы пройдем в дом? Может... Да, точно. О! Извини памяти, можно получить следующее локации. Спасибо. Можно было сказать раньше. Я был бы очень признателен. Ну так тоже нормально. Так. Молоток нам ничего не дает. Значит мы пойдем наверх. Потому что... Сколько нам еще? Две штуки. Бум. Бум. Еще две штуки. Ну камень-то точно нет. Веревка. Чем веревка не Мементо? Точнее, звено памяти. Так, он пошел срывать цветы. Мы за ним тогда. О! Ожидаемо! Не рви цветы, пожалуйста. Они... Они живые. Они тоже чувствуют. А ты их срываешь. Злой мужчина. Очень злой. Я думал намного добрее все это будет. Злая игра. Ура! Новая Мементо. Зигмунд Корп. О! Боже. Банка оливок. Обожаю. Бум. На этот раз... Я справился быстро. Да что ж... Опять я отхожу. Активировать! Вся игра на банке. На банке оливок. Я уверен. Они что-то значат. Все моложе и моложе. Было бы так в жизни, да? Хотя... Не совсем. Так. Вы все-таки решились, да? Видно, они собираются покупать дом, вот эту землю. Да, начнем строить через пару месяцев. Туговато, конечно. Нам пришлось разделить платежи. Но взяв кредит, мы справимся. О, кредиты это плохая штука, чувак. Как замечательно. Дом вашей мечты в таком красивом месте. У вас тогда и свадьба была около этого маяка, не так ли? А, нет, они просто у друзей. Но дело не только в этом. Нас с этим местом многого связывает. Связывает. Ну, приятно слышать хорошую новость, тем более, что сто лет уже вместе не собирались. Поздравляю за вас. А, поздравляю за вас. Да, за нас. Алкоголики. А, нет, он, наверное, скорее всего, оливочки поест. Сейчас вернусь, пойду подышу воздухом. И я. Мужской разговор остается. Женщины пошли, видно, на кухню. А, нет. Кухня справа. Ну, друг. Определенно давно не виделись. Точно, кто бы мог подумать, что будет так непросто встретиться. Ривер все такая же молчаливая, да? Да нет, вообще-то дома она довольно разговорчивая. Ну, еще и с Изабель. Думаю, она просто не привыкла к тебе. Ахаха. Получается, я здесь главный злодей, да? Ах да. Ты рассказал Ривер про то, что тогда случилось? Да. И как она это восприняла? Восприняла? В целом нормально. Ну, кое-что меня тревожит. Что же. С того случая она начала делать этих странных бумажных кроликов. Оригами? Да, очень много. Ха, я тоже для дочки все время оригами складывал. Что не так-то? Это не одно и то же. Она вообще ничего не делает, только кроликов складывает изо дня в день. У нас дом буквально забит ими доверху. Разве Изабель не говорила, что это характерная особенность состояния Ривер? Да, но в этот раз что-то тут не так. Когда я спрашиваю ее об этом, она не отвечает. Вместо этого она смотрит таким взглядом, как будто хочет чего-то от меня. И что самое странное, я тоже чувствую, будто что-то ей должен. Не про... Простите. Не пробовал спросить Изабель. Спрашивала. Она сказала, что поговорила с ней, но безрезультатно. Слушай, это, конечно, не мое дело, но вот что я тебе скажу. Я тебя со школы знаю и знаю, что ты любишь накручивать мысли. Может быть, тебе все это просто кажется и не нужно так себя изводить. Обычно, когда так говорят, дела и правда плохи. Но ты заранил мне зерно сомнением. Может, ты и прав. Может, я всегда прав, Джон. Какого он мнения о себе? Погоди, так он сам не знает, что значат эти кролики. Забудь об этих кроликах, у нас проблемы посерьезнее. Это ограниченная область памяти, здесь нет момента. Не пасться, может получиться вытянуть что-нибудь из него. Как? Предоставь это мне, надо навестить бармена. Ну ладно, здесь я приторможу, а то уже 21 минута. Это вам не... Я зимнул. Это вам не в тапки срать, как говорится. До встречи!